Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и давайте анализировать, что же интересного случилось за прошлую торговую сессию. В целом, те движения, которые мы наблюдали в начале недели, сейчас должны способствовать тому, чтобы у нас было хорошее настроение. Я надеюсь, что именно так, поскольку мы видим, что рисковые активы находятся под ударом, доллар подрастает, мы видим то, что и нефть сейчас в унисонии сопряжена с нашей подкосрочной идеей, которая предполагала усиление позиции этого актива как минимум до отметки 52 с половиной доллара за парень. Как и всегда, давайте детально разберем каждый инструмент и их будем, собственно, двигаться в соответствии с нашим устоявшимся сценарием. И традиционно мы стартуем с оценки ситуации, которая сложилась на рынке энергоресурсов. Хай вчерашнего дня по бренду 51.13. Сейчас актив торгуется на уровне 50.68. Первый вывод, который и он же главный нужно сделать, потому что мы сейчас наблюдаем, то, что эйфория на рынке энергоресурсов сохраняется. И эта эйфория базируется на тех договоренностях, которые были достигнуты по факту заседания ОПЕК в прошлую среду. Вы знаете то, что стороны, страны, экспортеры о нефти приняли решение все-таки придерживаться солидарной позиции, предполагающей ограничение добычи. И если говорить конкретно про те меры, которые были достигнуты в качестве общего знаменателя базиса, это ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей от сутки по производству. Фактическая цифра сейчас в рамках ОПЕК по выработке гораздо выше. И если сослаться, опять же, на то, что сейчас в планах ОПЕК по сокращению производства, и оттолкнуться от той цифры, которую мы сейчас видим, речь идет о сокращении производства примерно на 0,7 млн баррелей в сутки. Хотя, если развивать эту историю, как я уже отметил в ходе вчерашнего брифинга, для того, чтобы рынок нефти смог получить хоть какой-то базис для баланса спроса и предложения, и для того, чтобы, скажем так, опуздать это перенасыщение перепроизводственных ресурсов, нужно, конечно же, действовать более радикально и решительно. И резать сразу не на 0,7 млн баррелей в сутки, а, может быть, даже на 1,5 млн. Тогда вот какой-то такой долгоиграющий позитив, который будет ключом для слома негативного тренда, может стать таковым на рынке, появится. Если, в целом, вернуться к договоренности, безусловно, такое решение стало полной крайней неожиданностью для рынка, поскольку участники рынка, которые следят за ситуацией, не могли даже предположить, что ОПЕК может оказаться настолько выше тех конфронтаций, которые сейчас идут по вопросам Сирии и Йемена, между Ираном и Саудовской Арабии. Но мы видим то, что, может быть, действительно текущие цены на нефть, и все-таки представление о том, что актив может дальше стоять за стоимостью болезни, все подсказываются и на этих экономиках тоже. Но, опять же, слишком позитивить давайте мы с вами не будем, потому что речь идет только о предварительных договоренностях, потому что, фактически, основные параметры этой так называемой дорожной карты – самые интересные моменты. Какой из регионов и на сколько должен будет сократить производство? Вряд ли мы увидим параллельные изменения и урезания в емкости добычи. И как раз эти подробности мы с вами получим только в конце ноября, 30 ноября, когда нефтедобывающие страны соберутся уже на запланированную встречу, где снова будут обсуждать сценарии стабилизации ситуации на рынке ресурсов и вернуться как раз к вот этим предварительным договоренностям. До этих пор есть основания полагать то, что эйфория и вот этот резонанс положительный продолжатся, что, в целом, мы наблюдали вчера, вот уже три дня прошло с тех пор, когда с тем же договоренности актив продолжает коробкаться вверх. Ну, сейчас, правда, мы видим большое снижение, но ситуация может измениться. Поэтому нашей только срочной целью остается тестирование сопротивления 52,5 доллара за баррель, после чего считают то, что трейдеры могут впасть в такое состояние анабиоза, взять локальную паузу и дождаться уже непосредственно итогов ноябрьской встречи. А что сейчас может выступить фактором давления на позиции бренда? Нам остается надеяться только на локальную статистику. И под локальной статистикой я, конечно же, подразумеваю данные по API, по производству нефти и данные по Минэнерго США. Они будут опубликованы в среду. Сегодня у нас 23.30 API, Минэнерго США со статистикой по запасам нефти завтра в 17.30. Если запасы сильно увеличатся, тогда, безусловно, трейдеры могут отреагировать на это соответствующим образом и скорректировать бренд ниже 50 долларов за баррель. Но все-таки фундаменту позитивному сейчас по факту договоренности я отвожу ключевую позицию. Поэтому и настраиваю вас на то, что как раз точно можно и нужно использовать потенциал роста. Но долгосрочная картина у нас остается неизменной, потому что, несмотря на наличие локального позитива, это только предварительные договоренности, которые могут быть позабыты уже спустя какое-то время. Российская валюта 62.35. Восстановление нефти тащит с собой и укрепительную динамику рубля. На текущий момент полагаю, что пара USDRAP, да и, собственно, так же, как и евро рубль, находится на своих локальных экстремах. То есть минимумы дальнейшей тестирования, в частности, доллара против рубля, поддержки 62, я сейчас расцениваю в качестве маловероятного сценария. Поскольку все-таки уровень крутоват, если даже пересчитывать снова курс рубля в соответствии с котировками актуальными нефти в рублевой стоимости барреля, получается очень скромное значение. Поэтому считаю, что от текущих значений пойдет дальнейшая игра на повышение. Ну да, безусловно, если бренд сегодня предпримет попытку либо до конца недели, либо в перспективе ближайших дней добраться до нашей какосочной цели, мы сможем увидеть тестинг поддержки 62. Но закрепление ниже крайне маловероятно. Рекомендую присматриваться к текущим значениям, чтобы до конца этого года, а возможно еще на более длительную перспективу, сыграть как раз на повышение курса доллара. Потому что не забывайте, что в отношении американцев у нас есть собственный триггер потенциального роста, и этим триггером является потенциальное повышение процентных ставок и уже значение монетарной политики. Европейская валюта против доллара. Сейчас в котировке 1.1193 мы видим то, что евро снижается. Восстановительные сессии прошлой недели были прерваны. Разгрузки, которые мы наблюдали по паре евро-доллар вчера, то есть евро. Вроде бы как и на мажорной ноте начал неделю, но вот удержать незначительный прирост он не смог по итогам дня. И в целом закрытие также, как я уже отметил, в минусе, но тоже очень скромные значения. Всего лишь минус 18 пунктов. Конечно же это ерунда. Вчера был опубликован отчет по индексам деловой активности производственного сектора Германии и еврозоны. Статистика хорошая. 54,3 и 52,6 соответственно. В полном синхроне с теми релизами и теми цифрами, которые мы получили по итогам прошлого отчета. Для евро-оптимистов, которые следят за статистикой, это хороший сигнал того, что макроэкономическая картина улучшается. Но для тех, кто смотрит не внутри дня на поведение евро, а ориентируется на долгосрочные, собственно, сценарии, и понимает то, что на самом деле негативный тренд по макроэкономической статистике, он еще не сломлен. И один, даже несколько хороших отчетов, они могут изменить картину общей экономической угрозы, которого сейчас просто охватывает весь валютный блок. Помимо статистики, вчера весьма интересно, даже не только вчера, а вот актуальность этой идеи сохраняется уже несколько недель. Трейдеры продолжают обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг дочь банка. Я думаю, что многие из вас уже в курсе того, что же там произошло. Минюз Соединенных Штатов Америки требует выплатить штраф этот немецкий банк в размере 14 миллиардов долларов, якобы за махинации с ценными бумагами, которые имели ипотечное покрытие до финансового кризиса. Важно отметить то, что если за дело взялось такое ведомство, как Минюз Соединенных Штатов Америки, конечно же, отмаз уже не удастся. Штраф придется заплатить, но есть, конечно же, альтернатива. Топ-менеджеры должны сесть в тюрьму, но вы должны понимать, что речь идет о просто фантастических сроках. И для того, чтобы избежать такой участи, конечно же, инвестиционные банки, которые сталкиваются с похожей ситуацией, обычно платят. 14 миллиардов долларов – это очень значительная цифра. И как раз именно ее емкость сейчас представляет колоссальный системный риск для стабильности всей финансовой системы еврозоны. Потому что может случиться так, что исполнение удовлетворения этого иска, соответственно, погашение штрафа может стать причиной полноценного и самого настоящего банкротства ведущего финансового учреждения Европейского Союза. Хочу также отметить, что если бы не позитивные моменты в плане комментариев на рынке, то, возможно, давление на евро было бы еще более существенным. Позитивные моменты – это комментарии со стороны Дж.П. Моргана о том, что на самом деле истинная цифра может быть гораздо ниже, не 14 миллиардов, а 5,4. И еще глава Еврогруппы Бесегум отметил то, что, несмотря на скромные последние показатели Deutsche Bank, о результатах квартальных деятельностей, у банка достаточно ликвидности, чтобы исполнить, погасить этот штраф без обращения за помощью к государству. Ну, я думаю, что это несколько утрированное заявление, сумма все-таки внушительная и, наверное, без государственной поддержки все-таки не обойтись. В любом случае, мы будем следить за развитием событий вокруг Deutsche Bank, но вы должны понимать то, что для всего валютного блока это серьезный риск, сопоставимый, может быть, даже более значительный в прокасочной перспективе, чем последствия выхода Англии из состава Европейского союза. И, конечно же, в связи с этим давление на евро может сохраниться в прежнем ключе. И вот сегодня мы видим, в частности, на азиатской торговой сессии, как евро находится под серьезным ударом. Может быть, это как раз связано с тем, что трейдеры присоединяются к идеям обсуждений и спекуляций на тему того, что в рамках валютного блока все на самом деле очень плохо. В рамках сегодняшней торговой сессии я предлагаю вам еще ориентироваться на отчет по индексу цен производителей. Он будет обыкновен в 13.00 по Москве. Если мы увидим просадку этого индикатора, снова возникнут разговоры о проблеме низкой инфляции, которая все еще актуальна для стран Европейского союза, для еврозоны в целом. И каждый раз, когда мы с вами говорим о низкой инфляции, мы допускаем возможность и вероятность новых экономических стимулов, что еще является дополнительным негативным фактором для перспектив евро. Я предлагал вам распродавать главный валютный риск против всех основных конкурентов. Надеюсь, что вы именно это и делаете. Полагаю, что нашей ближайшей целью по-прежнему может значиться поддержка на уровне 1.10 против доллара. Фунт против американца. Мы смело можем сказать, что фунт вчера показал один из самых худших результатов среди всех валют развитых рынков. Вы помните, что нашей долгосрочной целью была планка поддержки 1.28 против доллара. Чуть-чуть мы до нее не добрались. Минимальное значение 1.2815. Сейчас актив торгуется на уровне 1.2842. Причины, которые активизировали распродажи британца против доллара. Во-первых, это комментарий премьер-министра Англии Терезы Томей о том, что процедура выхода из состава Европейского Союза будет запущена еще до марта 2017 года. И плюс ко всему, трейдеры, не участники рынка обратили внимание на комментарии Минфина Великобритании о том, что Англии, как ни крути, но никак не удастся избежать периода значительной политико-экономической неопределенности, как только дело дойдет до инициирования 50-й статьи Лицоборского договора. Это как раз та самая дорожная карта, которая четко прописывает процедуру выхода, и которая как раз будет ознаменовать период и новую эру развития для британской экономики, период и эру автономии. В общем, несмотря на даже статистику хорошую по индексу маркет производственной активности, которая вышла вчера по факту отчета цифра 55,4 против 53,3, мы не увидели позитива в рамках британца. Напротив, фунт остался под прессингом буквально с начала торговой сессии, и это давление сохранилось до самого конца. И сегодня мы видим, как фунт снова отступает. О чем это говорит? Это говорит о том, что отчет, который выйдет сегодня в 11.30 по московскому времени по строительству, по активности в строительном секторе, отчет, который будет опубликован завтра по делу активности в сфере услуг, сейчас уже вряд ли будет восприниматься в качестве базисов либо фундамента для роста фунта. Безусловно, фунт может положительным образом отреагировать на хорошую статистику, но все-таки тенденции и динамики последних торговых сессий явно указывают на то, что статистике сейчас все труднее противостоять с рисками политического характера и вот этой вновь актуальной темы Брекзита. Поэтому мы ее также продолжим с вами обсуждать. Наша цель 1.28. Но я думаю, что вслед за этим уровнем, когда мы с вами снова вернемся после пробоя этого значения к перспективам опары фунт-доллар, мы с вами сможем замахнуться на ценовое значение даже еще ниже. Я надеюсь, что вы уже находитесь в очень хорошем профите по фунту, но также хочу отметить, что на отметке 1.28 мы не будем себя ограничивать потенциальной доходностью. То есть, если вы долго уже находитесь в сделке, ну да, для того, чтобы было спокойнее, можно сервисировать профит. Но потом мы поставим с вами новые ценовые ориентиры и с процентной вероятностью в 90% считаю то, что эти ценовые ориентиры будут лежать ниже отметки 1.28. Доллар японская иена. Сегодня, да и в принципе, в рамках вчерашней торговой сессии и в рамках последних торговых сессий в прошлой неделе мы видели прирост. Вот сегодня это восходящее движение более выражено. В частности, актуальные котировки 102 и 14. Я думаю, что пара USD иена сможет в рамках сегодняшней торговой сессии протестировать отметку 102.5 и приблизиться к нашей с вами недельной цели, которая находится на уровне 103. И, может быть, даже мы сможем перевыполнить наш план по профиту. Если и данные по рынку труда не подведут, и теперь потом на фарм-пэрлесс восходящее движение может быть более выражено. Вчера, как вы знаете, был опубликован отчет по индексу активности в производственном секторе по ISM. Очень важный релиз. В прошлый раз мы с вами говорили про очень низкие значения. 49.4, то есть ниже 50, который отделяет спад от восстановления. Сейчас цифра уже 51.5. И вышел хороший релиз по индексу разгона инфляции. 53. Нормальный уровень, который пополняется в виде хороших макроэкономических отчетов. И, собственно, эта статистика позволила снова одному из представителей ФРС, Лоретте Мейстер, на которую мы уже обращали внимание в понедельник, подводя итоги ее комментариев прошлой недели. Вот вчера она снова выступила, отметив то, что тренд положительных данных сохраняется, вероятность разгона процентных ставок увеличивается. И итоги. Вот что важно. Она отметила тот, скажем, взяла за основу своей речи и комментарий, которым раньше руководствовалась Джанет Йеллин. Вы помните, что по итогам ее последней пресс-конференции мы особым образом обратили внимание на заявление о том, что итоги последующих заседаний не предопределены заранее. То есть Джанет Йеллин дала понять, что при сохранении макроэкономического позитива, вот этого тренда хороших данных, повышение процентной ставки может быть озвучено в качестве решения даже по итогам ноябрьского заседаний. И вчера вот слово в слово такой комментарий был сделан со стороны госпожи Хак Мейстер. Поэтому у нас позиция жесткости в отношении перспектив монетарной политики США сохраняется. Ну и мы просто обязаны, исходя из такого фундамента, верить в то, что доллар должен стоить выше. Поэтому покупаем и дальше американцев против иены с теми целями, которые я уже обозначил. Из других валютных активов австралийцев против доллара также стоит отметить, поскольку сегодня на азиатской сессии австралийц уже отметился исходя из календаря экономического. Ставка рефинансирования, Резервный банк Австралии ее сохранил на прежнем уровне отметки 1,5%. Вы помните, что в этом году Резервный банк Австралии дважды ее снижал. В мае, по-моему, и в августе. И сейчас мы продолжаем с вами спекулировать на тему того, что ставка может быть скорректирована примерно на еще 0,25%, до 1,25%. И исходим из крайне низких инфляционных ожиданий. После публикации ставки были сделаны сопроводительные комментарии, заявления со стороны руководства. И мы как раз еще раз убедились в том, что риторика остается сверх мягкой. Из-за рисков снижения инфляции, из-за дорогого австралийца и крайне слабых показателей экономического восстановления, Резервный банк Австралии по-прежнему склоняется в пользу хотя бы еще одного шага по снижению ставки до конца этого года. Я считаю, что потенциал таких комментариев еще не исчерпан сегодня. Да, мы видим сейчас распродажи австралийца, но они очень скромные. Актуальные котировки 0,7674. Но я думаю, что мы сможем с вами закрыть сегодняшнюю торговую сессию по паре AUTUSD ниже отметки 0,7650, а может быть даже приблизиться к уровню 0,76. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 11.30 активность в строительном секторе Англии, как я уже отметил, вряд ли трейдеры обратят внимание на этот релиз, поскольку он из всех секторов производства, а сфера услуг ему принадлежит и отводится самое меньшее с точки зрения влияния на общие показатели ВВП. Поэтому реакция фунта будет сдержанной, скромной и в целом негатив в отношении британской валюты будет еще резонировать от вчерашних комментариев Терезы Мэй и комментариев Министерства финансов. То есть продаем фунт, не взирая на тот релиз и те данные, которые сможем сегодня увидеть. В 12.00 индекс цен производителей еврозоны, я считаю, что мы можем дождаться снижения индикатора и сможем получить еще один фактор давления на евро. И в 23.30 регулярная еженедельная статистика по запасам нефти по версии АПИ. Безусловно, если запасы вырастут, тогда давление на нефть может возрасти. Но трейдеры, как показала вчерашняя торговая сессия, сейчас больше заряжены позитивом от итогов последней прошедшей встречи стран экспортеров нефти АПИ, которые договорились о потенциальном снижении производства и удержании в диапазоне 32,5 и 33 миллионов баррелей в сутки. Кодовое слово на сегодня – компромисс. Величина бонуса 17% действует он на пополнение до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом все. Если у вас есть вопросы, вы знаете, их можно задавать на нашем канале на YouTube прямо под видео окном. Не забывайте комментировать и, конечно же, ставить ваши лайки. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...